МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Генеральный партнер проекта. Большие и красивые. Сеть магазинов. Большая мода". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Женственная, деловая, соблазнительная, креативная. Ты такая разная и всегда очаровательна с большой модой. Большая мода. Цвилинга 37 и 40 лет Победы 15. Наталья Киреева на проект «Большие и красивые» пришла в поисках вдохновения. В данный момент я не замужем. У меня нет молодого человека рядом с собой или мужчины, близкого. У меня не работают. У меня поиск как семейной жизни, отношений, так и работы. Я думаю, что это два таких переломных периода в жизни. Соответственно, их нужно решать, и тем быстрее, тем лучше. Посмотрев несколько серий, она решила, что ей обязательно нужно попасть на проект. Ведь со своей внешностью она экспериментировала нечасто. Постоянная длина волос, стиль одежды. Но настала пора перемен. Я придерживаюсь определенного стиля очень давно. Может быть, потому, что никто не давал нового направления. Вообще, я открыта к новым изменениям в окраске волос, в прическе, в одежде. Во всем этом я открыта. Мне это интересно. Я не боюсь и не переживаю по тому образу, который получится. Все можно исправить, если не понравится. А, возможно, это именно то, что я хотела и искала. Героиня готова полностью положиться на опыт профессионалов. Надеется, что они добавят ее образы женственности. Хотелось бы видеть в себе деловую, энергичную, молодую, красивую, сексуальную. Такой образ. Героиня проекта – очень активный и позитивный человек. Любит общаться и проводить свободное время в веселой компании. Знакомых у меня много. Друзей, естественно, поменьше. Друзья – это все-таки определенный круг людей. С ними провожу свой отдых. После каких-то путешествий, развлечений, клубы, рестораны, теже-моулинги, катания на коньках зимой. В летнее время – это наши любимые Челябинские озера, Турбазы. Участие в проекте – большие и красивые. Сюрприз не только для Натальи Киреевой. О своем преображении она рассказала немногим. Для остальных – это тайна до выхода программы. Наталья спешит в первую точку дислокации. Подобрать одежду дамам пышных форм бывает нелегко. Но не в нашем случае. Правильные лекалы и широкий размерный ряд позволят героине почувствовать себя дюймовочкой. Наталья, вы невероятная красавица, у вас все здорово, вы великолепно выглядите. И цвета в вашем платье, принт, он очень хорош. Единственная ошибка, которую вы сегодня допустили – это длина рукава. Очевидно, ваш тип фигуры – это треугольник. У вас мощный плечевой пояс и довольно узкие стройные бедра и красивые ножки. Исходя из особенностей вашего типа фигуры, я и подбирала вам гардероб. Начнем примерку. Такой фасон платья эффектно подчеркнет грудь. Удивительной красоты принт привлечет внимание. У Натальи яркая внешность. Она может позволить себе такие наряды. Обязательно к этому трикотажному платью я вам рекомендую жилет. Для того, чтобы скорректировать фигуру и сделать ее более пропорциональной, правильной и практически приблизить к идеалу. Я лично довольна своей работой. Мне нравится, как это все на тебе сидит. Ну а теперь следующий комплект. Стиль Коко Шанель – элегантный, независимый и очень женственный. И главную партию здесь сыграет блуза. Акценты здесь расставлены правильно. У Натальи очень красивый овал лица. Поэтому мы можем делать акценты в зоне портрета. Великолепно сделан акцент на спине. В сочетании с джинсами получился динамичный образ. Если надеть брюки – классический комплект. Используем украшения, чтобы создать вертикальную линию. Тонкая нитка жемчуга поддержит элегантный стиль. Рука в три четверти и хороший объем. Оптимальный для полной руки. И зона паха здесь закрыта. И правильная длина сзади. И воздуха очень много. Как тебе, Наташа? Замечательно. Я чувствую себя намного стройнее, легче, увереннее. Мы с тобой нашли общий язык. Здорово. На этом сюрпризы не заканчиваются. Для Натальи хочу предложить платье прямого силуэта. Свободный рукав. Платье на все случаи жизни на самом деле. Оно очень хорошо и в уходе, и в употреблении. Для того, чтобы оно было более нарядным, я добавлю вот такой цветок. Он как будто бы с принта дефилировал сюда. Твоя внешность, твои глаза, твое лицо здесь главное. Оно настолько деликатно поддерживает твою природную красоту. Оно не выпячивается, это платье вперед тебя. От элегантной скромности к легкой эпатажности. Белый, черный, красный – классическое сочетание. Но сколько в этом драматизма, дерзости и драйва. Такой комплект пойдет не каждый. Только натурам ярким и харизматичным. Тем, кто способен выдержать эмоциональный наказ страстей. Наталье это удается с лихвой. Наташа, завершился первый этап твоего преображения. Я думаю, что он был для тебя интересен, полезен. Осталось только подчеркнуть твою красоту, сделать правильную прическу, эффектный макияж. И ты готова к празднованию всех самых красивых событий в твоей жизни. Но прежде чем отправиться в студию красоты, Наталья побывает еще в одном салоне. Жизнь слишком непредсказуема, поэтому нижнее белье должно быть не просто красивым, а шикарным. Здравствуйте. Меня зовут Мария, рада вас приветствовать в нашем магазине нижнего белья. Сейчас я вам расскажу о всех тонкостях и нюансах при подборе бюста на пышную грудь. Эта модель состоит из нескольких частей. У нее есть скрыто-вертикальная поддержка. Это полумягкая чашка. Она очень хорошо приподнимает грудь, создает линию декольте, центрирует ее. У нее также есть боковая косточка и французская спинка. В Новый год принято делать все самое красивое. Я могу предложить вам вот этот бюст. Здесь представлено брюссельское кружево, жаккардовая вышивка. Такие же функции, как в остальных бюстах для хорошей поддержки груди, чтобы вам было комфортно в ней и удобно. Мария, у меня бывает такая проблема, что очень нравятся бюсты, но у него очень тонкие бретели. Они впиваются в тело и приносят большой дискомфорт. Я могу вам предложить подкладку под бретель. Она незаметна под одеждой и она нивелирует боль. Вам будет очень комфортно и вы можете носить бюст с тонкими бретелями. А в чем вы обычно ходите дома? Обычно в домашнем платье. А вы знаете, что домашнее платье может быть не только комфортным, но оно может быть еще невероятно красивым. Могу предложить вам такую вот модель. Она выполнена в нежном персиковом цвете. Здесь представлено кружево. Оно подчеркнет ваш романтический образ. Также изделие сделано из бамбукового волокна. Потрогайте, какое оно нежное. Предлагаю вам его примерить. Домашний костюм из хлопка с оригинальным узором в виде листьев папоротника очень удобен. В брюках свободное облегание, халат комфортной длины. Цвет нейтральный. Идет практически всем. Также хочу предложить Наталье этот шелковый халат. Суточный при том, он неотъемлемый атрибут любой домашней одежды. Стоит лишь халат укоротить, дополнить кружевом и трикотажем, настроение сразу меняется. Игривость и озорство в характере нашей героини. Продолжит шелковую тему брючный костюм. Блуза по фигуре, английский воротник с контрастной оторочкой и брюки прямые от бедра. Одежда для дома должна быть не только удобной, но и чуточку сексуальной. Мне очень нравится на вас этот костюм. Он выполнен в последних тенденциях. Очень благородный цвет золотистого песочного оттенка с цветочным принтом. Можете приготовить в нем романтический ужин и пригласить друга. Для романтического вечера да, но если в гости придут подружки и вы решите устроить пижамную вечеринку, лучше трикотажного костюма не найти. Милые кролики сведут с ума любую. Как и нежно-розовый цвет, мимимишный комплект для дам любого размера. Хочу предложить вот такой замечательный домашний уютный комплект. Он выполнен из хлопка в стиле карбон. Обработка этого хлопка на 2 сантиметра больше. И из-за этого он на ощупь очень нежный и плюшевый. Время, проведенное в салоне нижнего белья, пролетело незаметно. И пусть настоящую роскошь мы прячем от чужих глаз, а в домашней одежде нас видят только близкие. Но само ощущение, что ты прекрасна, считывается на интуитивном уровне. Наталья яркий тому пример. В финале нашей встречи хочу преподнести вам небольшой презент. Это комплект роскошного нижнего белья, который мы с вами выбрали. Носитесь с удовольствием. Самый приятный этап преображения Натальи Киреева в кресле у Асса по волосам Натальи Тюниной. Они уже поработали и с цветом, и с формой. На самом деле у Наташи достаточно все хорошо. И стрижка, которая ей подходит, и цвет волос. Поэтому мы привнесли некоторые коррективы, сделали более свежий цвет. А сегодня мы будем делать укладку и макияж. Начнем с мытья головы, легкий массаж и бальзам на волосы, чтобы напитать их полезными веществами. Теперь можно приступать к укладке. У Натальи от природы волосы вьются. Обычно она их вытягивает. Стилист решила пойти другим путем и подчеркнуть естественные кудри. Легкая небрежность с налетом дорогого лоска. Так называемый стиль гланш. Волны, но с блеском. Небрежность, но дисциплинированная. После укладки несколько советов об уходе в домашних условиях. Обращаю внимание на то, что написано на уходах. И когда наносишь уход на волосы, хорошо отжимаем полотенцем и ни в коем случае не наносим на кожу головы. Нанесла по волосам, одну-три минуты выдержала, смыла. И далее есть различные уходы несмываемые, которые также будут дополнять питание на твои волосы и давать им дополнительный преск. Самое время отвернуть героиню от зеркала и приступить к макияжу. За спонжей кисти берется визажист Евгения Сидинкина. Так как у нас сегодня фотосессия, мы нанесли основу под макияж, чтобы тональный уложился более ровно, макияж был более стойким и лицо казалось более свежим. Схема нанесения мейкапа отлажена. Сначала тон, затем контурирование лица и следующий этап. С помощью консилера и палетки теней доводим исходную форму бровей до совершенства. Глаза – зеркало души. На них самый главный акцент макияжа. Черным карандашом прокрашиваем межресничное пространство. Мы подчеркнули на талии глаза коричневыми тенями. Они стали еще более голубые, такие небесного цвета. И последний штрих – выделяем губы. Я сделала красные губы, которые она в повседневной жизни, как я узнала, не применяет. И макияж получился довольно такой яркий, свежий. Ну что, Наташенька, нужно ехать на фотосессию, поэтому давай смотреть в зеркало все, что у нас получилось. Восхищаться. И ехать фотографироваться. Ну, очень непривычно. Глаза, ну, не мои. Эффект неожиданности на проекте приветствуется. Усилим его фотосессией. Наталья Киреева призналась – фотография не ее конек. Она не любит позировать и не всегда довольна результатом. Фотограф Сергей Тимофеев постарается развеять сомнения. Работать с барышнями он умеет. Вперед, вперед, выше. Так, немного озвенись. Чуть на меня, чуть-чуть на меня широк. Да, вот так вот. Слегка разворот плечи, да? Не было подворотка. Руки, руки, руки. Ощущаю себя красивой, сексуальной, активной, позитивной. И надеюсь, это будет продолжаться все вставшееся время. Очередная героиня проекта «Большие красивые» доказала – красота не измеряется в сантиметрах, когда она идет изнутри. Яркая, обаятельная и улыбчивая Наталья Киреева стоит на пороге перемен. А участие в проекте – лишь ступень в новую жизнь. Будь самой желанной в Новый год с новой коллекцией «Бюро Ля Фам». Приятные подарки за покупку. Или воплоти ее заветную мечту, подари ей подарочный сертификат на изысканное нижнее белье. «Бюро Ля Фам» и пусть праздники пройдут романтично. Женственная, деловая, соблазнительная, креативная. Ты такая разная и всегда очаровательна с большой модой. «Большая мода». Цвилинга 37 и 40 лет победы 15. Благодарим за сотрудничество. Студию красоты Натальи Тюниной и фотостудию Клары Цеткин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова